Утро начинается, и сейчас давайте понаблюдаем, как работают наши друзья из города Бреста. Это команда программы «Утренний эспрессо», они приехали к нам в гости. Ведущая «Утреннего эспрессо» Ксения Цинская и телеоператор Дмитрий Курашов были полны решимости узнать о Могилёве по максимуму и привезти в родной Брест терабайты информации о городе. Ну что, готовы? Ну, готовы. Познакомить Ксению и Дмитрия с Могилёвым мы решили с помощью серии головоломок, а загадка номер один. Что связывает Могилёв с космосом? А? После парочки мини-подсказок Ксения нашла верный ответ. Площадь звёзд. А звёзды где? В космосе. Пойдёмте. Площадь звёзд Могилёве находится в его историческом центре. Появилась она в 2004 году. В центре расположена композиция «Звездочёт», а вокруг памятника 12 стульев, каждый из которых соответствует определённому знаку зодиака. И эта площадь является центром притяжения для жителей и гостей города. И вот почему. Есть поверье такое, если ты присядешь на свой стул, в свой знак зодиака, то твоё желание исполнится. Дорогие друзья, прямо сейчас я, находясь в космическом центре Могилёва. Знаменитая скульптура звездосчёта в Могилёве тоже не оставила равнодушными коллег из Бреста. Ксения и Дмитрий досконально изучили единственный памятник астроному на материке Евразия. Ну и ещё немножечко удивительного. Дело в том, что вот эта вот скульптурная композиция – это, между прочим, действующие солнечные часы. Они показывают абсолютно точное время. Ну что, удивил? Удивил. Понятно. Ну, а теперь, ребят, идёмся по нашей пешеходной улице. А появилась эта улица в 16 веке. В настоящее время она носит статус самой длинной пешеходной улицы в Беларуси. Её длина составляет почти полтора километра. Сейчас у нас произойдёт неожиданный момент. К нам на встречу выходит Екатерина! А-а-а! А кто это? А кто это к нам приехал? Какая-то золотая девочка! После эмоциональной встречи телеведущих Екатерины Рубекиной и Ксении Цинской знакомство с городом с почти 800-летней историей продолжилось. Гостей из Бреста ждала новая шарада. Могилёв выше всех. Это что? На этот раз загадка оказалась со звёздочкой. Ведущая утреннего эспрессо Ксения терялась в догадках. И виной тому был густой туман, который тщательно укрыл самую высокую каменную ратушу в Беларуси. Её высота 47 метров 30 сантиметров. Сейчас в ней разместился Музей истории Могилёва. Здравствуйте и вам! Здравствуйте! Велики рады витать вас в нашем музее истории Могилёва. Как вы больше отшули на себе ту эпоху магдебургского права, те наши часы золотые для нашего города 16-го, 17-го, 17-го столетия. Пропоную вам переправнуться у костюм замужной горожанки 17-го столетия. После старшая научная сотрудница музея Елена Морзалюк провела экскурсию по залам, где выставлены уникальные экспонаты. Далее ребятам из утреннего эспрессо предстояло увидеть Могилёв с высоты птичьего полёта. И встретиться с Могиславом. Затем на смотровой площадке Ксению ждала очередное задание. Могилёв, Симба. Что бы это значило? Симба, король, лев. 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 Маленький. Где? Лев. И еще. И еще. Их четыре. Сейчас картинка оживется. В буквальном смысле этого слова. Да, в Могилёве живет самый настоящий лев. Зовут его Симба. А его квартира находится за городом в Могилёвском зоосаде. Иван Иванович, что он говорит? А он зовет своих друзей. Либо хочет найти где-то. Может, кто-то откликнется, потому что это все-таки животное. Ксению и телеоператора Дмитрия Симба впечатлил. Царю зверей ребята из Бреста тоже понравились. Специально для них он устроил целую фотосессию. На этом первая серия приключений брещан в Могилёве закончилась. Ждем продолжения.